Праздничное строение для учителей школьники начали создавать прямо с порога. На входе старшеклассники сделали живой коридор. Каждого педагога встречали поздравлениями и дарили воздушные шарики. И это не все подарки, которые приготовили школьники для своих наставников в этот день. Самый главный сюрприз ждал их впереди. Сегодня в 14-й школе по-особенному шумно и весело. Уроки ведут ученики, обязанности директора и его заместителей выполняют старшеклассники. Накануне Дня Учителя в школе День самоуправления. Преподаватель математики тела за парту, место за учительским столом заняли Арина и Кристина, ученицы 11-го класса. Сегодня они объясняли смеклассникам новую тему по геометрии. Мы будем проходить перпендикулярные прямые. Открывайте тетради, записывайте тему урока. Время урока пролетело незаметно. Старшеклассницы успели новую тему объяснить и закрепить пройденный материал. Арина Катина второй раз участвует в Дне самоуправления. И примеривая на себя роль учителя, отмечает, насколько это сложная и ответственная работа. Надо, чтобы все дети поняли тему урока, чтобы у них не было вопросов, чтобы они потом спокойно выполняли все задания. Учитель математики наблюдала, как девочки ведут урок, сидя за партой. Раиса Михайловна отметила, что такая акция особенно полезна будущим выпускникам, которые уже задумаются о выборе жизненного пути. Здесь уже можно подумать о выборе будущей профессии. Что профессия учителя – это очень интересная и в то же время многоплановая, но и трудная, можно сказать, профессия. Старшеклассники не только вели уроки, также они выполняли административную работу и следили за порядком на уроках и переменах. Антон Семиков примерил на себя роль самого главного человека в школе – директора. Юноша признался, что эта работа сложная. Надо следить за каждым классом, проверять каждый класс утром, следить, кто опоздал и записывать. Следить, сели в смену обуви и в форме. День самоуправления – это возможность для учеников прочувствовать на себе всю ответственность учителей на уроках. Педагоги, делая шаг в сторону и давая больше свободы детям, помогут раскрыть творческие способности своих подопечных. Елена Грецко, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, СОРО-24.